Добрый день! Сегодня мы поговорим о том, из чего складывается любовь и как правильно она будет развиваться, какие моменты следует учесть. Сергей Филинов. Пастор, религовед, кандидат наук, преподаватель, коуч. Автор учебных курсов, программ и тренингов. Автор и популяризатор церемонии «Истинная любовь ждет». Консультант по программе предбрачной подготовки. Женат, воспитывает трех дочерей. Я хотел бы сегодня дать вам очень такую хорошую иллюстрацию и предварить ее тем, что, скажу, в любви есть несколько составляющих. И сегодня мы посмотрим на три. Во-первых, любовь характеризуется тем, что есть очень личностные отношения дружбы. То есть мы имеем привязанность друг к другу. И мы назовем это этап именно дружбы, развитие симпатии друг к другу, интересы общие. Обозначим это точкой дружба. Есть также в семейных отношениях, в отношениях уже настоящей зрелой любви, это долг, обязательство, которое мы берем на себя, когда мы вступаем в эти семейные отношения. И мы тоже можем их обозначить как долг, обязательство. Наверное, обязательство тоже здесь напишем, обязательство. И также не менее важная часть составляющей любви – это телесные отношения, сексуальные отношения, сексуально-чувственные. Их тоже можно обозначить как телесные. И теперь соединим. У нас получится вот такой треугольник любви, который созидается в семье. Но именно вот на таком треугольнике я хотел бы и проэллюстрировать, поговорить о том, а как правильно вступать в взаимоотношения, с чего начинать. Дело в том, что действительно есть разные подходы. И я начну, может быть, даже вам покажется необычно, но я начну с того, чтобы вступать в взаимоотношения с обязательств. Может быть, это вас очень удивит, но скажу, что на протяжении истории человечества гораздо чаще браки заключались не потому, что молодые люди просто понравились друг другу и решили, что теперь сделали предложение, приняли предложение, мы теперь будем мужем и женой. Гораздо чаще, и тому много примеров, это решение принимали за них старшие, принимали родители. И в Библии есть тоже немало примеров, когда не молодые люди выбирают, а это делают за них старшие. И это именно подразумевается здесь под входом через обязательства, через долг, который возникает по отношению друг к другу. Есть ли это в современном мире? Да, это есть. Как это может происходить? Ну, чаще всего это происходит, когда взрослые люди, может быть, бывшие знакомые, одноклассники встречаются, рассказывают друг другу, что вот есть дети, которые еще не женаты, не замужем, они начинают интересоваться друг другом и говорить, слушай, у меня есть сын, у меня дочь, а что, если их познакомить? И вот так вот раз и появляется знакомство. Это то, что, кстати, некоторые могут назвать такой, знаете, брак по расчету, когда кто-то знакомит. Кстати, в Средней Азии до сих пор еще есть немало стран, где невесту, мужу подбирают именно взрослые. И ты, вступая в эти отношения, тут нет еще никакой чувственности, здесь нет никакой привязанности. Но возникает вопрос, а вообще такие браки, они сильны, они состоятельны? Так вот, удивительно открыть, что на самом деле они достаточно крепкие. Они тоже крепкие. И давайте посмотрим тогда, вот какие здесь есть риски, а какие есть положительные качества, ну, стороны, да. Но положительная сторона, что здесь уже точно, молодые люди знают, что он муж и жена. Все. То есть они уже стали мужем и женой, они вошли в эти супружеские отношения. И теперь очень важно, и вот это вот как сторона риска, не только им созидать общий дом, но выстраивать взаимоотношения дружбы, чтобы была привязанность друг к другу, были близкие взаимоотношения любви. Чтобы это не осталось просто на бытовом уровне, что у нас одно хозяйство, или знаете, как в шутках говорят, семья это когда два человека связаны одним холодильником. Да нет, конечно же, семья подразумевает большую близость. И тогда, если вход совершается через вот обязательства, надо работать над тем, чтобы развивать отношения. Но знаете, есть такое выражение, которое порой, мне кажется, для семейных людей очень важно напоминать. В средние века говорили так, я люблю тебя, потому что ты моя жена. Мне кажется, современная культура, она больше наоборот, по-другому говорит. Я люблю тебя, и поэтому ты моя жена. Не знаю, почувствовали ли вы разницу, но в первой фразе здесь есть посвящение, здесь есть обязательства, и это создает действительно надежное, прочное основание. И что здесь еще как плюс надо отметить? Это то, что социум, то, кто был рядом с вами, тот, кто принимал решения вместе с вами, они тоже для вас поддержка большая, для того, чтобы ваши взаимоотношения, они состоялись, они были успешными. У нас сегодня в студии гостья Татьяна Шлитгауэр, она служитель церкви 21 века. Татьяна Шлитгауэр, служитель церкви 21 века, лидер домашней группы, воспитывает троих детей. Как правильно себя вести для девушек, для парней, когда они только-только начинают развивать отношения? Я как девушка, во-первых, могу сказать со своей стороны, и по своему опыту, и по наблюдению, что в самом начале отношений важно для девушки не требовать от парня сразу же решения. Потому что часто я видела и в браках тоже у людей возникают проблемы, когда они начинают вспоминать, как у них все начиналось, и вот одна из претензий, ты меня вот заставила на себе жениться. Поэтому для девушки очень важно научиться быть терпеливой и дать мужчине принять это решение, потому что все-таки она выходит замуж. И это решение взять ее замуж, пригласить ее в эти отношения, это все-таки в первую очередь на мужчине. И начало также отношений я бы не советовала бы девушкам как-то проявлять также физическую близость. То есть часто обращаю внимание, что девушка начинает трогать парня, за руку брать его, руку на коленку класть. Вот эти вещи не нужно, потому что в этом есть сексуальность. И это тоже не дает людям принять правильное, выверенное решение, потому что сексуальность, она начинает сближать уже людей. И вот эти вещи, это первое, что я посоветовала бы девушкам. То есть не ставить парня в такое положение, что он уже вынужден сделать решение в ее сторону. С другой стороны, молодому человеку я бы посоветовала вести себя максимально корректно с девушкой, потому что у девочек есть способность влюбляться сразу же, как при первых знаках внимания. И поэтому нужно очень корректно себя вести, для того, чтобы не давать и повода, и в то же время не унизить ее достоинства, как женщины. И до тех пор, пока он не примет это окончательное решение, что он хочет с ней быть на всю жизнь и до конца. Вопрос такой. Есть ли способы, чтобы с самого начала понять, что у человека серьезные намерения? Как быть? Я думаю, что есть, конечно, некоторые такие факторы, которые подчеркивают серьезность намерений. Насколько человек сам об этом заявляет. Подходит и, знаете, невитьевато как-то предлагает, как бы не означает, допустим, развивать взаимоотношения. Но есть люди, которые очень даже конкретно говорят, что ты мне симпатична, мне бы хотелось развивать взаимоотношения, строить. Потом есть еще момент такой, который касается, вот как он заявляет о вас перед другими. Ведь по этому тоже можно посмотреть, то ли он просто представляет вас по имени, да, вы здесь рядом, то ли он говорит, что вы познакомьтесь, это моя подруга, да, или какой-то другой статус представит, как он представит вас перед родителями. Иногда бывает, парни берут достаточно такие очень серьезные шаги, когда уже знакомятся даже с родителями и готовы поговорить о серьезности намерений с родителями. Я знаю такие истории, когда для девушки это было очень важным показателем, что когда парень начнет развивать с ней взаимоотношения, он прежде всего поговорит с родителями. И действительно в ее истории так и было. Парень, начав развивать отношения, как-то встретился с родителями, поговорил с папой, которому сказал, знаете, у меня серьезные намерения к вашей дочери, я хотел бы их развивать, хотел бы строить, я даже и не уверен, будет ли именно Божья воля, что мы будем вместе, но мои намерения серьезные. И когда он получил одобрение отца, и об этом узнала его дочь, вы знаете, действительно отношения развивались просто чудным образом. Они действительно потом стали мужем и женой, но вот такое вот подтверждение, оно, конечно же, очень важно. Когда человек открыт с вами, вы можете спросить у него о какой-то жизненной ситуации, и он открыт, он расскажет, он не будет увиливать от ответа, да, уходить. Это тоже хороший показатель, что вы дороги для него, и он рассказывает даже то, что, может быть, другие не знают. Вот это вот, знаете, момент такой, когда вы видите, он доверяет вам, он рассказывает вам что-то очень ценное из своей жизни. Это тоже подчеркивает, что он ценит эти отношения, он доверяет вам, и я думаю, это тоже очень хороший показатель того, что его намерения серьезны. Ну вот некоторые из критериев, по которым вы можете оценить, насколько действительно серьезны отношения парня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова